Привет, Эдуард на связи, и сегодня мы с вами посмотрим короткосрочную картину по биткоину, определимся с большей вероятностью, куда мы можем идти, проведем графический анализ, технический анализ, компьютерный, с помощью индикаторов тенденций, и я вам покажу еще один индикатор, который показывает, ну, по крайней мере, исторически очень хорошие моменты для покупки биткоина, и он, в свою очередь, сможет нам подсказать, когда же нам следует в основном закупаться биткоином. Если вам обо всем этом интересно услышать, то тогда прям сразу, сходу ставьте этому видео лайк, проверьте свою подписку на этот канал, если ее еще нет, обязательно подписывайтесь и нажмите на колокол, чтобы следующие видосы не пропускать. Итак, давайте начнем с индикатора очень интересного. Итак, что мы видим сейчас перед собой? Что же, это очередная проверка, проверка. Что перед вами? Правильно, перед вами перевернутый график биткоина. И если бы мы с вами рассматривали это как восходящую тенденцию, то понятно было бы, что здесь, прямо здесь и сейчас происходит, скорее всего, период консолидации, после которого, вероятнее всего, продолжится движение цен по тренду, который здесь образовался, а в данном случае здесь имеется в виду восходящая тенденция. Ну, во всяком случае, это дневной таймфрейм, мы можем переключиться на недельный таймфрейм, и на неделе, как бы, все выглядит не так однозначно на текущий момент, да, то есть, если брать неделю, то все-таки напрашивается возврат к более глобально, да, возврат к 20-недельному скользящему среднему, вот оно, кстати, у нас. Оно даже немножечко вверх повернуло, потому что, видимо, добавились в цены закрытия, в просчет этой скользящей, более высокие значения, да, то есть, какие-то более низкие, которые были здесь, убавились, а более высокие были добавлены, поэтому в условиях нисходящей тенденции мы увидели заворот в сторону роста. Напоминаю, график перевернут. Сейчас мы вернемся к обычному графику, просто я знаю, что некоторым людям проще, конечно, смотреть на все это дело с точки зрения, потому что, ну, многие, особенно на споте, новички все-таки не воспринимают нисходящую тенденцию, надо ее воспринимать, да, то есть я гауссовый канал включу, чтобы вас так не отвлекала разность цветов, да, то есть красный и зеленый. Вот, ну, чтобы вот так вот нейтральная картина. Нейтральная картина как бы напрашивается нам, что мы хотим увидеть, хотим увидеть все-таки спуститься хоть разочек, да, спуститься к нашему 20-недельному скользящему. Ну, посмотрим, произойдет ли это. Ну, если это случится, это будет чисто просто по красоте. И, конечно же, здесь, вот здесь, да, то есть если бы мы имели дело с восходящей тенденцией, то здесь, здесь следует покупать, да, то есть в данном нашем случае это нисходящая тенденция, потому что график перевернут, здесь надо будет выставлять массивные шорт-позиции. Ну, и со стоп-приказами, конечно, чуть дальше там 20-недельного скользящего среднего. Ну, до этого нам надо с вами еще дорасти, до этого момента. Давайте мы вернемся, значит, включим нашу любимую логарифмическую шкалу. И я вам немного расскажу пару слов о Гауссовом канале. Это очень интересный индикатор, который классно показывает моменты, то есть выделяет некоторые поддержки, некоторые зоны сопротивления. И, в принципе, он на любом таймфрейме работает, но если говорить о глобальных масштабах, когда лучше всего покупать и продавать, то, конечно, здесь надо подбирать таймфрейм. Но, во всяком случае, мы видим, как есть у него три зоны, то есть верхняя зона, средняя и нижняя. То есть каждая из них является собой как зону поддержки, если цена находится выше него, и зону сопротивления, если цена находится ниже. Также, в зависимости от угла наклона, если линия Гауссового канала преобразуется в горизонтальную, начинает заворачивать низ, то это уже сигнал, обозначающий старт нисходящей тенденции. То есть мы нисходящую тенденцию, согласно данного индикатора, получили вот как раз 16 мая. Ну, собственно, мы могли ориентироваться на 20-недельное скользящее среднее. И именно здесь мы с вами, ориентируясь на это скользящее, предсказали вот этот массивный обвал до 30 тысяч долларов. В совокупности с этим самым, с... Что это у нас было? То есть у нас была голова-плечи, да, по-моему, ориентировались. Где-то здесь была линия шеи. Вот. То есть графический анализ, компьютерно-технический анализ, все это должно объединяться. Но, вот если на дневку мы можем опираться как на уровне, да, и здесь у нас как бы Гауссов канал говорит, что надо бы покупать, наверное, когда цены находятся ниже нижней линии этого канала, ниже этого канала целиком. Но, если мы будем опираться на историю, то мы видим, что здесь достаточно часто встречаются преждевременные сигналы к покупке, как, например, вот здесь, да. Мы помним, что... То есть получается, что мы могли уже по данному сигналу покупать по 9800, хотя после этого цены опускались вообще-то до 3100 долларов. Рановато, да, то есть еще на 70% цены падали. Поэтому, перебирая таймфреймы, мы можем остановиться на каком-то достаточно чувствительном. То есть чем крупнее таймфрейм, тем менее чувствительно, соответственно, будет это все дело, но, ну, и более долгосрочно. Поэтому давайте путем перебора разных таймфреймах, и чтобы мы с вами много времени затягивали, есть такой таймфрейм пятидневный. То есть его в стандартных таймфреймах нет, но его можно в трейдинг-ю добавить самостоятельно. То есть добавим пятидневный таймфрейм, соответственно, давайте-ка мы с вами взглянем, что вот как раз-таки на пятидневном таймфрейме мы видим достаточную чистоту зоны, где можно совершать покупки. В данном случае, опять же, покупки следует совершать ниже данного канала. Ну, и с умеренным углом наклона, да, будем считать. В принципе, здесь, ну, или после случаев, когда мы, опираясь на другие элементы теханализа, да, то есть когда вот кульминация продаж, да, то есть это тоже нам говорит о том, что где-то здесь надо покупать. Это так называемый хвост кенгуру, который отражает кульминации продаж в данном случае. То есть хвост кенгуру может быть и в сторону роста, и тогда будет кульминация покупок. В принципе, вот здесь мы в 2015 году получали такой сигнал по ценам в районе 200 долларов. И такой же был сигнал в 2018 году. Тоже произошла кульминация продаж. Здесь, правда, без хвоста кенгуру, но тем не менее, здесь образовалось двойное основание. И тут еще была линия долгосрочной тенденции. Мы ее рассматривали с вами в прошлых видео. Плюс мы находились ниже этого гауссового канала. Плюс мы видели резкое снижение 20-недельного следующего среднего. Плюс цены находились достаточно в большом расстоянии от него. То есть все-таки цены, они как резинкой привязаны к скользящему среднему. Это математически доказано, что цены всегда крутятся вокруг него. Поэтому хорошей зоной для покупки будет достаточно большое расстояние между ценами и скользящим средним. В данном случае у нас здесь 20-недельная скользящая средняя отображена. Несмотря на то, что таймфрейм 5-дневный. Поэтому, опираясь на достаточно чувствительности таймфрейм 5-дневный и гауссовый канал, следует себе зарубить на носу, чтобы покупать. Для долгосрочного инвестирования следует ниже данного канала. Вот так мы получали сигналы о покупке. Здесь, кстати, был хвост кенгуру. Тоже кульминация продаж. Тоже достаточно большое расстояние между 20-недельным скользящим средним и, собственно, ниже гауссового канала. Тоже надо было покупать. И тут у нас еще было 200-недельное скользящие среднее, на которое мы ориентировались. Ну, собственно, наверное, мы выделим его в другом каком-то видео. Я о нем тоже еще раз подробнее расскажу. Сейчас мы находимся у верхней границы данного канала. И мы видим исторически, что часто каждая из этих трех линий этого канала играет, если цены выше них, играет в себя роль поддержки. И сейчас мы видим, что как раз мы находимся над ним. И как только мы увидим цены закрытия в рамках данного канала, то это будет первым печальным сигналом о том, что данная нисходящая тенденция будет продолжаться. Во всяком случае, гауссов канал очень резво сейчас завернут в сторону повышения. Поэтому с образованием каждой новой пятидневной свечки он будет все выше и выше подниматься, загоняя цены в тупик между 20-недельным скользящим средним и, собственно, этим каналом. Поэтому выбор в любом случае будет обязательно совершен в ближайшее время. То есть в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы что-то с вами увидим, какое-то массивное движение в ту или иную сторону. Во всяком случае, мы должны смотреть глобально на все эти вещи. И сейчас пока что мы видим, конечно же, нисходящую тенденцию. Но, скажем так, если уже совсем идти по правилам, то мы в данный момент можем иметь дело просто с горизонтальной тенденцией. Потому что истинное подтверждение появления нисходящей тенденции можно будет говорить после того, как мы пробьем уровень предыдущего минимума, который был здесь у нас 26 января, в конце января. Вот, соответственно, как только мы 30 тысяч долларов пробиваем, это уже определенно точно нисходящая тенденция. Следующий уровень поддержки – это уровень 19 тысяч долларов, 19-20 тысяч. Вот. Поэтому сейчас мы можем еще также сказать, что мы точно не имеем дел с восходящей тенденцией, но, возможно, это просто горизонтальная тенденция в каком-то глобальном масштабе. То есть нельзя точно сказать, это нисходящая или это горизонтальная тенденция до тех пор, пока мы не пересечем тридцатку. Это тупо по всем правилам. Вот. Поэтому пока что мы находимся как раз-таки у верхней его границы этого канала, и поддержка у нас как раз-таки выступает 35 749 долларов. Вот очень важно, чтобы не было закрытия пятидневной свечи в рамках этого канала. Если же это случится, я вам обязательно сообщу в своем телеграм-канале, так что прям сейчас подписывайтесь на него. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео. Вот, чтобы не пропустить прям, это должно быть прям молниеносно. Прям сейчас подписывайтесь, прям нажмите на паузу, подпишитесь на мою телегу. Это прям must-have. Вот. Так что вот такой вот интересный индикатор, который себя оправдал со временем, и классно как уровни поддержки, как сопротивление отыгрывает. Вот. Теперь давайте быстренько взглянем, что там у нас картосрочно. Давайте мы гаусс в канал отключим. Применим наш любимый графический анализ. И здесь у нас на часовике начинает образовываться фигура перевернутая голова-плечи. Это обычный паттерн, кстати. Здесь у нас поменьше, да, была потенциально обычная голова-плечи. Вот с линией шеи. Я об этом писал сегодня в своем телеграм-канале, но я писал, что заходить в такой шорт нужно будет только после пробития линии шеи. Линия шеи выдержала. Соответственно, это любая голова-плечи, будь то перевернутая или нет, она считается фактической, да, то есть действительной, после пробития линии шеи. Вот. До тех пор это потенциальная фигура, да, то есть нельзя сказать, что это гипер именно. Вот. Поэтому сейчас он, видно, что он потерял свою силу абсолютно точно. Вот. И мы сейчас движемся к следующему сопротивлению. 38-38 тысяч двести долларов. Как раз таки вот 38 тысяч двести долларов – это линия шеи, образованная линией тенденции. Давайте мы попробуем на обычном графике ее, что ли, начертить. Образованная линией тенденции, которая представляла собой нижнюю границу нашего симметричного треугольника, который стал недействительным. И, в принципе, ну, тут надо, конечно, чуть-чуть подкорректировать. Здесь допускается некоторая субъективность, некоторые неточности в любом случае, да, в рамках особенно графического технического, ну, где-то около того, да, я думаю, что можно будет поставить. В принципе, вот такая вот у нас линия шеи образовалась. Если мы ее пробиваем, то давайте посмотрим, согласно графического теханализа, куда мы будем лететь. То есть здесь, в принципе, возможность для лонг-позиции. До тех пор, скорее всего, то есть пока это не случится, пока мы не пробьем все эти вещи, мы не можем говорить о лонге, да. То есть эти цели по данной фигуре у нас будут, ну, допустим, если мы чуть-чуть попозже пробьемся, то это будет район 44 с половиной тысяч долларов. Вот тут у нас есть другие сопротивления, встречаются. Очень важным для нас является обновление максимума. То есть, во-первых, мы должны пойти выше 38 тысяч 200. Это предыдущий максимум, предыдущая вершина. Вот, и нам также имеет значение 39 тысяч 400. Это вот эта вершина. И, ну, здесь, понимаете, очень много сопротивлений, конечно. Вот диапазон 41-42 тысячи долларов тоже имеет значение. Важно его пробить 40, как отметка. Ну, то есть, в общем-то, все эти уровни значимы, но, скажем так, после пробития каждого из них будет формироваться все новые и новые импульсы желания людей занимать лонг-позиции. Поэтому, в принципе, пробитие каждого из этих уровней и то, что они рядом друг с другом находятся, будет давать достаточный импульс для того, чтобы пробивать следующие, да, с какими-то остановками. Поэтому, давайте так, я буду, в принципе, открывать лонг-позиции после пробития линии шеи. И я бы сказал, что, наверное, если здесь появятся объемы, то пробитие 38 тысяч 400, 38 тысяч 500 с объемами, если будет, то есть, позволит мне открыть какую-то лонг-позицию аккуратненько. Если мы увидим возвратный ход с уменьшением объемов, я здесь буду усиливать лонг-позиции, да, то есть, это правильно. И если мы пробиваем еще предыдущий максимум и этот максимум, да, то есть, 39 500, то можно будет в этой точке еще больше усиливать лонг-позиции. Вот так, как бы, моя стратегия в случае, если мы получим бычий сценарий в ближайшее время, да, потому что слишком много медвежьих сценариев было. Хотя, глобально, ребятушки, ситуация сейчас точно не с восходящей тенденцией. Ну, в всяком случае, с целями будем определяться, во-первых, либо по этой фигуре, 44 с половиной тысячи можно частично будет зафиксировать лонг в таком случае, и вторую часть уже на уровне 20-недельного скользящего среднего в районе 48 тысяч долларов. Если же все-таки так случится, что сейчас, ну, в принципе, 48 200, да, 38 200, 38 100, 38 300, этот диапазон, скорее всего, ну, то есть, есть большая вероятность, что не сможем его пробить. Вот здесь у нас еще другая, как раз верхняя граница данного треугольника, как сопротивление выступа от линии шеи, как сопротивление данной фигуры. То есть, и верхняя, и нижняя границы как раз-таки здесь пересекаются предыдущего треугольника, и, в принципе, пробить эту вещь будет не так уж и просто с первого раза, поэтому здесь, в принципе, как еще один из вариантов открытия коротких позиций. Да, то есть, вчера мы с вами говорили о 20-дневном скользящем среднем. В телеграм-канале я говорил, что я открыл короткую позицию, но он меня выбило по стопам, я близко стоп-приказ выставлял, но я вчера говорил в своем телеграм-канале, что это неправильный заход, и я не рекомендовал заходить вместе со мной. Здесь я почему заходил? Я рассчитывал на то, что цены закрытия будут ниже 20-дневного скользящего среднего. Ну, мы тогда были ниже как раз него, я ориентировался на уровень 36500 очень сильный, мы как раз были ниже этих значений, но в итоге цены аккурат перед закрытием вчерашней свечи поднялись выше 20-дневного скользящего среднего, и мы не увидели закрытие ниже него. Поэтому такой сигнал не отработал, и по правилам нужно заходить после закрепления. И в данном масштабе нужно видеть закрытие на дневной свече, то есть ниже данного уровня. То есть это будет дополнительным сигналом для открытия шорт-позиции. Поэтому шорт-позиции открывать можно здесь, обязательно со стоп-приказами. Также после того, как мы пробиваем 36500 и закрепление хотя бы дневной свечой ниже 20-дневного скользящего среднего, можно усиливать свои шорт-позиции. И прям серьезно их, я бы фиксировал на уровне 3500 и 31000, чуть выше даже, на 30-ки тоже можно зафиксировать. Вообще все, если увидим. И открывать новые короткие позиции уже более смело, если мы пробьем 30 тысяч долларов. Тогда лететь нам далеко и весело, вплоть до 20 тысяч долларов, скорее всего. Там с остановкой на 25 какой-то, вероятнее всего, не очень долгой. Ну, в общем-то, вот такое мое видение рынка на сегодняшний день. Ребятушки, обязательно ставьте лайки, обязательно, чтобы я видел, что вам нужны такие видосы, такие прогнозы. И обязательно поделитесь этим видео в своих социальных сетях, со своими друзьями, знакомыми, кому вы желаете добра. То есть хотя бы только, чтобы они узнали про Гауссов канал. Более подробно, что это такое вообще, как им пользуются, что на самом деле есть такие крутые индикаторы наравне с хэш-рибансом или 200-недельным скользящим средним. Или 20-недельным скользящим средним. Как это все использовать. Обязательно рассказывайте об этом тем людям, которым вы желаете счастья и добра и процветания на рынке. Вот. Так что, друзья мои, жирнейшего вам всем профита. Лайки, подписки, колокола и репосты. Репосты. Ну и, конечно, еще раз напоминаю, телеграм-канал. Подписывайтесь. Вот. На этом все. Еще раз жирного профита. Увидимся с вами завтра. Пока.